Доброго времени суток! С вами Йетти, и в этом видео мы поговорим про пагубность влияния сидячего образа жизни на здоровье человека в современных реалиях. Потому что на данный момент времени большая часть работ, которые существуют, связаны так или иначе с офисной работой, либо с каким-то другим статичным неподвижным положением тела в пространстве. Так вот, наверное, стоит начать с сухих фактов. Все я их не запомнил, но я их выписал. Давайте сейчас я вам зачитаю статистику, которая была получена в различных исследованиях, что касается влияния именно сидячего образа жизни на здоровье. Итак, во-первых, результаты одного из исследований показали, что большее время, проведенное в сидячем положении, увеличивает вероятность метаболического синдрома на 73%. То есть это касается ожирения, диабета второго типа и всех вытекающих из этого последствий. Также исследование саркопении у пожилых людей показало, что риск саркопении увеличивался на 33% на каждый час сидения при большем времени, проведенном в положении сидя. То есть условно каждый час приближает человека к состоянию потери мышечной массы в пожилом возрасте. То есть это очевидно. Поэтому я, в принципе, уже снимал на эту тему не одно видео и говорил, что, в общем-то, всем людям нужно двигаться, независимо от того, какой у вас возраст и так далее. Потому что мы для этого просто созданы. Также мужчины-автовладельцы, которые сообщили о большем времени пребывания в машине в соответствии с 10 часами в неделю, имели на 82% больший риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с мужчинами, которые пребывали в машине всего 4 часа в неделю. То есть это всего лишь в неделю. Не говоря уже о тех людях, которые проводят в машине большую часть своей жизни. То есть дальнобойщики или люди, которые работают где-то на доставке, не знаю, любых товаров водителем. Ну, либо, опять же, таксистом и так далее. То есть представьте, насколько пагубное влияние оказывается на таких людей. Каждые 2 часа увеличения времени сидения приводили к увеличению рисков ожирения и диабета на 5,7% соответственно. То есть представьте, что один человек сидит 2 часа в день, а другой человек сидит 10 часов в день. И таким образом у этого человека могут быть повышенные риски вплоть до 25% для ожирения и 35% для диабета. Кроме того, сообщается, что один дополнительный час компьютерных игр или любой другой сидячей активности увеличивает риск избыточного веса на 13% и развитие абдоминального жира на 26%. То есть, заметьте, все это попадает непосредственно в живот. Также в дополнение к теме автовладельцев, если сложить количество часов, проведенных в машине, то есть 10 часов в неделю, например, и время общего просмотра телевизора, и набрать сумму в 23 часа, в сравнении с теми, кто набрал сумму только в 11 часов, то риски смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы будут увеличены на 64%. То есть, те люди, которые всего лишь 11 часов суммарно смотрят телевизор и сидят в машине, гораздо реже умирают от заболеваний сердечно-сосудистой системы. То есть, вот такая интересная закономерность. И это все холодные факты, которые связаны непосредственно с рисками ожирения, метаболического синдрома, диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы и так далее. Если все это еще дополнить тем фактом, что сидячий образ жизни приводит к увеличению рисков для опорно-двигательного аппарата, то есть для всей костно-связочной системы, то есть возникают повышенные боли у офисных работников и в пояснице, и в шее, и везде, в принципе, в зависимости от времени сидения. Точно так же это влияет на остеоартроз коленного сустава, то есть те, кто менее активны, подвержены данному состоянию с большей вероятностью. Пережимание бедренной артерии при длительном поддержании сидячего положения может быть связано с эндотелиальной дисфункцией и в том числе с эректильной дисфункцией у мужчин. Но данная ситуация нивелируется тем фактом, что люди могут каждый час подниматься и ходить, хотя бы на некоторое время. Таким образом, за счет улучшения кровообращения, которое возвращается, данного недуга можно избежать. Также стоит взять во внимание тот факт, что увеличение времени сидения независимо связано с повышением риска различных онкологий, например, эндометрия, простаты и в некоторых случаях кишечника, ну то есть там толстые кишки, например, и так далее. То есть, по сути, страдают в том числе и половые органы от длительного сидения. И все это говорит нам о том, как минимум, что сидячий образ жизни совершенно не полезен для человека в целом. И интересный факт заключается в том, что сидячий образ жизни часто приравнивают к малоподвижному образу жизни и связывают это все лишь с наличием метаболических осложнений. То есть, обращают внимание на то, что люди, которые дольше сидят, они просто не проявляют достаточный уровень физической активности. И ВОЗ напрямую дает рекомендацию просто набирать количество часов в метаболическом эквиваленте в неделю. То есть, условно, если у вас сидячая работа, вам рекомендуется компенсировать все это физической активностью. Например, рекомендация ВОЗ 150 минут в неделю вы должны проводить в условиях аэробной нагрузки средней интенсивности. То есть, например, выбираете пульс где-то 60-70% от максимального ЧСС и идете в таком темпе 150 минут. То есть, это, например, 5 раз в неделю ходить по 30 минут на средней интенсивности в аэробном режиме. Вот и все. То есть, слегка увеличенный темп ходьбы и этого должно быть достаточно. Но по факту исследования именно сидячего образа жизни показывают, что сидячий образ жизни непосредственно напрямую связан со всеми вытекающими осложнениями. Независимо от того, насколько активный образ жизни у человека. Потому что, например, активность может снизить риски всех вот этих неприятных проявлений только где-то на 50%. Условно. Например, когда сравнивают риск смертности от всех причин в связи с сидячим образом жизни. То в категориях 10 часов сидения в день наблюдаются повышенные риски смертности на 52% в категории малоподвижного образа жизни. И точно так же на 34% повышенные риски смертности в категориях подвижного образа жизни, скажем так. То есть, людей, которые набирают необходимый метаболический эквивалент в неделю. То есть, условно, то, что вы тренируетесь и то, что вы делаете кардио, это с трудом нивелирует проблему сидячего образа жизни. Потому что, на самом деле, мы приспособлены по то, чтобы все время проводить в ходьбе. А не по то, чтобы большую часть времени, там 70% суток сидеть. И, соответственно, это уже вызывает те необратимые нарушения, которые приводят к всевозможным осложнениям в виде лишнего веса и всего остального. И это с трудом удается компенсировать тем, что вы тренируетесь. То есть, лучшее, что вы сможете сделать с помощью рекомендаций ВОЗ, если ваш образ жизни составляет 10 часов непрерывного сидения, это снизить риски смертности в полтора раза. Но эти риски останутся по-прежнему высокими. На 34% выше по сравнению с людьми, у которых нет этих 10 часов. То есть, они сидят, например, 2 часа в день всего лишь. И оставшиеся все время они находятся в движении. Из этого всего вырисовывается очень интересная закономерность, что на самом деле время сидения является независимым фактором развития заболеваний сердечно-сосудистой системы и всех остальных осложнений, независимо от того, тратит ли человек достаточное количество калорий и проявляет ли он свою активность на повышенном уровне в оставшееся время. И на самом деле, если мы изучим пагубность самого влияния положения сидя на тело человека, то становится понятно, из чего вытекают такие повышенные риски. То есть, во-первых, в положении сидя снижается активность липопротеин-липазы, фермента, ответственного за, грубо говоря, синтез липопротеинов высокой плотности. То есть, если у вас на анализах снижен ЛПВП, а это довольно частое явление у людей с лишним весом и так далее, то, в принципе, вам не стоит задаваться вопросом, какие жиры нужно покушать, чтобы поднять ЛПВП. Вам нужно заморочиться над вопросом снижения времени в положении сидя, потому что в положении сидя липопротеин-липаза неактивна. И, соответственно, все это приводит к вот таким осложнениям на липидном профиле. Также стоит обратить свое внимание, что активность в сравнении с сидячим положением воздействует на 10 генов, которые регулируют метаболизм глюкозы. То есть, если бы образ жизни людей был достаточно активным и не был связан с таким количеством времени, проведенным в положении сидя, то люди бы не испытывали какой-то серьезной потребности в экстремальных диетах. Они бы худели замечательно на сбалансированном питании. Из-за того, что люди постоянно подавляют механизм, которые способствуют регуляции уровня сахара в крови и всего остального, из-за этого и развиваются, скажем так, состояния, в которых люди не способны похудеть без ограничения углеводов и без демонизации углеводов. То есть, все вот эти методы, типа кето-диеты и подобных, скажем так, случаев, да, без углеводки и всего остального, все это связано с тем, что некоторые люди просто очень-очень много времени сидят. Здоровый человек, у которого нет никаких патологий и который ведет активный нормальный образ жизни и очень маленькое количество времени проводит в положении сидя, имеет нормальную регуляцию глюкозы и у него не будет никаких проблем, связанных с потреблением углеводов. Вот в чем суть. Что на самом деле главная причина, ну, одна из главных, скажем так, по которой у вас все это именно так работает, в том, что вы много времени проводите в положении сидя. Вы просто за этим не следите. И, соответственно, под вас уже подбираются рекомендации, которые пытаются нивелировать огромную проблему, которую вы сами создали в своем образе жизни. И сейчас найдется огромное количество людей, которые скажут, что у них рабочий день длится 12 часов, 11 часов из этого дня они сидят, естественно, в неподвижном положении, и ничего с этим не могут сделать. Я могу сказать, что у меня такая же ситуация, и мне тоже сейчас для монтажа видео понадобится потратить, ну, 4-5 часов, по меньшей мере, в общей сложности с составлением статьи, с записью этого видео, с монтажом и так далее. И потом мне понадобится потратить такое же примерно количество времени на написание программ. И с этим ничего нельзя сделать. Я не могу на ходу писать или выполнять свою работу за компьютером. Просто нужно с этим смириться, по крайней мере, и оставшееся время, которое есть возможность не сидеть за компьютером, проводить в более высокой активности. То есть, например, когда мы оцениваем общее время, проведенное за просмотром телевизора, то оно независимо связано с всеми вытекающими осложнениями. Почему часы за просмотром телевизора гораздо вреднее, чем часы, проведенные на работе в положении сидя? Вроде бы суть-то одна и та же. Но на самом деле все это связано с тем, что когда человек работает и тратит 10 часов в положении сидя на свою работу, он тем самым зарабатывает деньги на существование. И таким образом это просто факт, с которым нужно смириться. Но когда человек после этого выбирает в оставшееся время следующие 2 часа просто посмотреть телевизор или там 3 часа перед сном, то таким образом он сознательно снижает у себя активность. Ну, точнее, наверное, всегда неосознанно он это делает. Но вы понимаете, что это время как раз-таки может быть потрачено напрямую на физическую активность, дабы бороться с вот этими неприятными последствиями. И поэтому те, кто еще и дополнительно к этому смотрят телевизор, тем самым вы просто ушатываете свое здоровье значительно сильнее. Поэтому, что я всегда рекомендовал, когда вы что-то смотрите, вы должны встать на эллипс или встать на степ и ходить. Или просто ходить на месте, проявлять какую-то активность. Та же самая ситуация со всеми остальными бестолковыми развлечениями типа компьютерных игр и всего подобного. То есть, когда вы сидите и развлекаетесь таким образом, вы просто сокращаете свою продолжительность жизни. Если вы в этот момент времени будете бегать, играть в футбол или чем-то другим заниматься, да без разницы чем, просто бегать, просто гулять даже, банально, то таким образом вы соизмеримо повысите свой вклад в свое здоровье. То есть, действительно, таким образом вы можете бороться с неприятными последствиями от сидячего образа жизни, компенсируя это активностью в оставшееся время. Даже если у вас есть 10 часов обязательных, в которые вы сидите каждый день, вам нужно просто оставшееся время хотя бы не сидеть. Я понимаю, что у вас возникает усталость, слабость и все прочее. Все это связано с сидячим образом жизни. Но с этой ситуацией нужно бороться только с помощью активности. Больше никак уравновесить данное состояние вы не сможете. Соответственно, поэтому могу сказать, что первейшая рекомендация это выбрать работу, на которой у вас есть хотя бы какая-то маломальски физическая активность. То есть, не всегда вам нужно сидеть и не двигаться. А второе, это оставшееся время тратить на физическую активность. То есть, все оставшееся время. Даже если смотрите телевизор, нужно двигаться. Играть в компьютерные игры совсем не обязательно. Можно найти какое-то другое развлечение. Особенно, когда мы говорим о категории людей, которые имеют повышенный вес и особенно высокие риски заболеваний сердечно-сосудистой системы, плохой липидный профиль, что очевидно, да? И плохую регуляцию глюкозы, инсулино-резистентность, диабет и все прочее. И поэтому, если на данный момент времени ваш индекс массы тела пока еще довольно низкий и вы не успели ощутить на себе все последствия сидячего образа жизни, то у вас все это впереди. Просто позаботьтесь об этом сейчас. Отучите себя играть в компьютерные игры и от любых других развлечений в положении сидя. То есть вам нужно свою жизнь связать с теми развлечениями, которые присутствуют в движении. Именно с какой-либо физической активностью. И тогда у вас все будет гораздо более гладко в жизни. То есть это будет касаться всех остальных рисков. Если оценивать общие риски по отношению к смертности, то когда мы открываем график, то видим, что самые низкие риски смертности как раз там, где сидячий образ жизни составляет менее двух часов. Но максимум четыре часа. После этого начинают риски смертности очень-очень значительно повышаться. И более семи часов. Это уже такой весомый, скажем так, вклад в общую смертность человека. То есть если человек сидит постоянно, этого уже достаточно, даже если у него нет каких-то серьезных вредных привычек, он не курит и не пьет, для того, чтобы человек умер раньше. То есть сами смотрите на графики. Становится все очевидно. Чем меньше времени вы сидите, тем вы здоровее. Да, наверное, стоит еще сказать про работу в положении стоя. В чем плюсы и в чем минусы? Плюсы в том, что можно поменять свое положение в пространстве. То есть можно поднять рабочий стол, встать и за ним работать. Поэтому сейчас для офисной работы стараются конструировать столы с регулировкой высоты и так далее, чтобы человек мог работать стоя, если он захочет. Можно постоянно менять это положение и таким образом создавать определенную динамику. Но я хочу сказать, что это все равно не снижает рисков, потому что работа в положении стоя, она точно так же довольно вредная для костно-связочного аппарата. То есть любая статическая нагрузка, чтобы вы понимали, и работа в положении лежа будет довольно вредной по сравнению с какими-то динамическими действиями. То есть когда вы ходите, это вот самое полезное состояние для вашего здоровья. Когда вы стоите, сидите или лежите, все это одинаково по сути вредно. И польза заключается только в том, что можно по крайней мере изменять свое положение в пространстве. То есть хотя бы от того, что вы чуть-чуть посидели, чуть-чуть постояли, вы как-то балансируете. То есть небольшое улучшение в связи с работой за столом, который может регулировать высоту, вы можете получить. Но это не настолько весомый вклад. В принципе на этом все. С вами был Ети. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok